Микроавтомобиль Лично прежде всего, картинг – это вид спорта. С очень жестким спортивным кодексом, едиными техническими требованиями и продуманными правилами. Картинг – это соревнование на небольших автомобилях без кузова и с открытыми колесами, что делает карт прямым наследником болида Формулы-1. А учитывая удельные характеристики, особенно поворотливость и незащищенность, картинг в чем-то и превосходит знаменитую формулу. В советское время карт-клубы успешно развивались при дворцах пионеров, промышленных предприятиях и учебных центрах ДОСАН. Начиная с середины 90-х годов, по инициативе управления ГИБДД МВД по Республике Тарстан, картинговое движение развивается как одно из ключевых направлений подготовки подрастающего поколения автомобилистов. За короткое время в Республике были открыты или возвращены к жизни более 60 районных и городских карт-клубов и секций. Оборудованы тренировочные площадки, построены современные трассы. Под руководством беззаветно преданных детскому картингу преподавателей и тренеров Евгения и Романа Шафранова, Николая Бондарева, Александра Цозеля, Альберта Гараева и их многочисленных учеников свыше двух тысяч школьников и лицеистов Республики приобщаются к цивилизованному автомобилизму и автоспорту. Всемирно известные татарстанские автогонщики начинали свой путь за рулем карта. Среди них двукратный чемпион Европы по ралли-кроссу Тимур Тимирзянов, многократный призер чемпионата Европы по ралли-кроссу Ильдар Рахматуллин, победитель знаменитого ралли Дакар Эдуард Николаев и его одноклубник, серебряный призер Дакара Айрат Мардеев. Созданная трудом и энергией настоящих профессионалов привлекательная особенность татарстанского картинга, его сильная сторона – это верно сбалансированное сочетание обучения профессии, воспитания навыков работы в коллективе и формирование личных качеств на основе доступности и массовости. Выигрышным шагом стало и выделение из общей группы классов дивизион-стандарт машин максимальной доступности, в конструкцию которых запрещено внесение каких-либо технических изменений. Таким образом, у картинга появился реальный шанс стать популярным видом автоспорта и начальной школой автомобилизма в общеобразовательных учреждениях. Республиканская программа развития картингового движения путем внедрения в систему образования через уроки труда или кружковую работу, ориентированная на подготовку профессиональных автомобилистов, обретает реальную основу.